На национальном Курултае в Туркестане Касамжумар Тукаев вновь указал на проблемы по раннему обнаружению и предупреждению лесных и степных пожаров. Пожар в Абайской области стал общенациональной трагедией. Мы должны усвоить этот урок, отметил президент. К сожалению, Кустанайская трагедия, когда огонь уничтожил 43 тысячи гектаров леса, не стала уроком ни для министерств, ни для властей на местах. В случае с лесным пожаром в области Абай пришлось заплатить высокую цену за допущенные ошибки. Погибли 15 сотрудников лесного хозяйства. Кто виноват и что делать, этим вопросом задается вся страна. Президент во время поездки в охваченный огнем регион пообещал привлечь к ответственности виновных в пожаре. Когда начался пожар, где вы были? Мы живем в Бородулихе, лесная улица. У нас это недалеко от Бора. Почувствовали дым, увидели красное пламя и уже к нам дошел этот дым и пепел соснового Бора. Это все летело у нас дома. Очень было страшно, когда в 4 часа утра наши исполнительные органы сказали о том, что мы должны эвакуироваться. Было очень страшно. Мы не знали, что в первую очередь брать. Кошмар для Натали и других жителей близлежащих сел начался 8 июня. На территории природного резервата семьи Урманы вспыхнул пожар. Менее чем за сутки площадь лесного пожара резко выросла с 3 гектаров до 100. И как позже станет известно, нас компания «Казахстан-Гарыш-Сапары» получила первые данные об очаге возгорания 8 июня в 11.23. Спустя два часа информация была доступна в геосервисе МЧС «Гарыш-Кейзет». Почему уполномоченные ведомства оперативно не отреагировали, теперь предстоит выяснить следствию. Возникновение пожара. В грозобой две сосны было, попала гроза сухая в две сосны. Это случилось в 66-м квартале Батпаевского лесничества, оттуда и пошло развитие пожара. Я уже говорил об этом неоднократно. Своевременно туда не могли попасть, потому что расстояние там было более 9 километров и труднодоступное место. Пока техника дошла, жара стояла 38 градусов, ветер. Поэтому он развился и он развивался не где-то в одном направлении, а полностью по всему периметру. Поджог исключается однозначно. Ну да, я так думаю. Впрочем, версию о поджоге не исключают местные жители, которым в эти дни пришлось то покидать эвакуационные пункты, то снова туда возвращаться. Мы от Седа уехали, сегодня вот снова приехали. Там у нас ветер из-за ветра сильного сюда привезли. Там тлеет, дымится, тлеет, дымится, ветер раздувает, вот и горит, наверное, там. Поэтому нас привезли сюда. Не знаю, когда это кончится. Кто это сделал, не знаю, посадить его. Это же поджег кто-то. От молнии так не будет. Молния была, я знаю, это сосну шарахнет, и ничего страшного. Это кто-то поджег. Вот для чего? Общая площадь пожара в области Абай составила более 60 тысяч гектаров. Практически полностью выгорела территория Успенского лесничества. Скажем так, в Атпаевском лесничестве на расстоянии где-то 8-7 километров от кромки леса с западной стороны пострадала территория очень сильно. Успенское лесничество очень сильно пострадало. И пострадала территория, это вот граневая часть, это между Успенским и Камышским лесничеством. Но больше в эту сторону, конечно, сторону Успенки, потому что приоритетно направление ветра развивалось именно сюда. Смерть 15 работников лесного хозяйства, которые буквально боролись с огнем голыми руками и рациями без батареек, обнажила бедственное положение лесников. С 1 июля Министерство экологии и природных ресурсов пообещало повысить им зарплаты. Обновят также спецтехнику и установят систему раннего обнаружения пожаров. Возможно, если бы такие датчики были установлены, и в семье Ормана трагедии можно было избежать. В декабре мы снимали, как работает эта система в Боровом. Мы находимся в ГМП Бурабай, в Центре оперативного управления, вот полностью. Наши камеры, где они расположены по всей территории ГМП Бурабай, их у нас в этом году уже 14. Каждый год мы будем дополнять по всей территории. Общая площадь у нас нацпарка, 129 тысяч гектар, и мы полностью по горизонту ее просматриваем. В этом году было у нас 22 возгорания на общей площади 1,1 гектар. Благодаря системе мы все пожары обнаружили на ранней стадии. За моей спиной вы видите линию огня. Он уже совсем близко подобрался к селу Успенка. Огонь осложняется сильным ветром, и вот этим вот песком идти по нему очень сложно, и тем более пробираться вглубь леса. А это та самая дорога в селе Успенка, на которую жаловались президенту местные жители. Перед приездом главы государства власти решили наспех залатать дыры в асфальте. Плохая дорога из гравия осложняла путь пожарных машин к очагам возгорания. А вы откуда прибыли? Астана. С Астаны? А раньше сталкивались с такими пожарами? Ну, раньше, как, обычно сухостой был, к Астанасе пожар был. Так же тушили все. В эти дни жители всей области проявили невероятную сплоченность. Сельчане на своей технике тушили огонь и возили воду для пожарных гидрантов. А воду сколько здесь уже возите? Три дня. А откуда берете? В Бородулихе. А там откуда? Водожат. Хватает вообще воды? Хватает. Там гидран стоит. А сколько за день рейсов делаете? Уже третий сегодня. Вы вообще из Бородулихи, да? Ну, района, да. Мы из Касправды. Мы пока здесь. Мы будем до последнего помогать. Все, что в наших силах, мы будем, конечно, делать. Мы не можем находиться дома абсолютно. Наша, знаете, наша душа здесь. Это трагедия для всех. Это до мурашек. Почему так получилось? Почему с жертвами? В оперштабе мы столкнулись с Алексеем Беловым, трактористом, единственным выжившим из группы погибших лесников. Мы вместе все поехали. Потом разделили все, получается, они подсушить, я, получается, обпахивать. А когда уже накрыл верховую, уже там, не знаю, кто, куда. Я поехал в 4, это было в 5, а как они уже, это было в 10 или в 11 часов. Когда нас накрыло первый раз, они еще, их никого еще не тронуло. Только нас вот первых. Мы от него вот уходили, и антенну что-то или что подвредил. Она не работала. Я слышу всех, а я говорю, а меня никто не слышит. Хотя я слышу всех, кто меня ищут, вызывают, тех пожарок, наших всех. Вы сейчас продолжаете работать? Да. Так же, что-ка вот приехал из леса, так же же опахиваемся до сих пор. Мы уже даже на своей технике, уже на личной помогаем. Напарник сейчас на государственном, ну как, с лесхозом, а я вот на своем, с ребятами местными, пашем. Деревни опахиваемся, дома, чтобы, если что, не сгорели. Огонь все же добрался до имущества сельчан. За считанные часы сгорели три дома в селе Барышовка и две единицы техники. Еще недавно здесь была жизнь, стояли три дома, мы в селе Барышовка. Люди покинули свои дома наспех. Видно, что осталась техника. Забрать они ее не успели. Но сейчас она уже непригодна. По словам экспертов, проблема управления лесами заключается в том, что в Казахстане нет утвержденной программы по сохранению лесов и биоразнообразия. Другими словами, леса и работники остались без внимания. Здесь отметить надо, что проблема в лесном хозяйстве, она системного характера. Надо начинать с управления, потому что передача многих лесных учреждений, это более 70% видения местных акимантов. Это, я считаю, было неправильное действие. Я сколько выступаю, мы давали предложение. Нужно создавать лесную службу. Агентство она будет называться. Или как в Южной Корее, к примеру, будет лесная служба называться. Но это должен быть отдельный орган, который даже, возможно, будет подчиняться напрямую президенту. Есть серьезные сбои вообще в системе государственного управления, в работе государственного аппарата, что необходимо менять общие принципы, подходы к кадровой политике в том числе. И понятно, что это накопившиеся проблемы за более чем три десятилетия. Основное, это, конечно, высокий уровень коррупции, агентности в этих сферах. До сих пор в системе госуправления мы ее не доработали в том плане, что идет очень правильный процесс, тренд на децентрализацию полномочий, то есть передача из центра на места. Передаются полномочия, возможности, ресурсы, но нет ответственности и результатов, потому что нет системы оценки работы при реализации разных государственных политиков. Это большая проблема. Обстановка в области Абай, где бушевал пожар, на сегодня стабилизировалась. Стянутые на место ЧС подразделения из других городов завершили миссию и вернулись в свои регионы. Ситуация на опасных участках, по информациям ЧС, под контролем. Какой урок извлекут акиматы и уполномоченные ведомства, пока говорить рано. После крупного пожара в области Абай возможна повторная аудиторская проверка в Минэкологии. Правовая оценка действием или бездействием руководителей ответственных министерств будет дана по итогам расследования спецпрокуроров. Расследование обещают закончить в течение двух месяцев. Потребуется также время для определения причины крупного лесного пожара. Пока следствием прорабатываются три версии – поджог, халатность и удар молнии.